Стать волонтером может абсолютно любой. Здесь не важно ни профессия, ни взгляды на мир. Именно для того, чтобы в ближайшем будущем присоединиться к сообществу волонтеров, в молодежном центре Котласа собрались школьники и студенты. С горящими глазами они слушают тех, кто уже знает, что такое помогать. И, как оказалось, это действительно абсолютно разные люди. Когда была пандемия всем известная, я тоже был волонтером. Я понимал, что я, условно, молодой, здоровый, у меня есть машина, и я могу, наверное, помогать тем людям, которые находятся либо в возрасте, либо не могут самостоятельно сходить и купить себе еду. Это был просто некий зов, который я реализовывал тем, что я садился на машину, ехал в благотворительный фонд, забирал оттуда еду и развозил ее к бабушкам и дедушкам. Волонтерский слет «Сова» – это два насыщенных дня, где новая информация усваивается с помощью общения, решения квестов и игр. Наша цель – обучить, рассказать, что такое волонтерство и применить все это дело на практике. В роли проводников в мир волонтеров ребята со стажем. И таких в Котласе много. Дарина Степашина и Анна Шивринская – волонтеры в сфере образования. Мы помогаем на различных мероприятиях, непосредственно связанных с образованием. То есть мы помогаем на различных квизах, квестах, своих игр, проведении тематических уроков в школах. Мы проводим уроки, которые пропагандируют волонтерство. Ходим по школам, рассказываем про это. Для новичков здесь все интересно. Многие уже решили, что помогать другим – это то, чем они хотят заниматься. Мне интересно помогать другим людям. Интересно поузнавать что-то новое и заводить знакомство. Что от этого ожидаете? Трудностей не боитесь? Ведь это все равно какая-то ответственность – помочь человеку. Это время опять же свое. Нет, не боимся. Конечно. Ради этого мы здесь. Волонтерский слет «Сова» продолжится завтра. На базе молодежного центра соберутся уже опытные добровольцы различных направлений. Обменяются опытом и выработают стратегию совместных действий на благо города и его жителей.